Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялся очередной концерт по актерскому мастерству. Ребята танцевали и показывали этюды. Зрители комментируют снимки участников, шоу трансвеститов какое-то. Все это напоминает детский утренник. Лучше смотреть на это, чем на их вечный спор и на драки. Андрей Чуев выложил в сеть скриншот, который доказывает, что 10 мая он разведется с Таней Киосей. Ну что, пишет Андрей, помнится писали и говорили Марине. Чуй не разведется, он тебя обманывает с Таней, он негодяй. Марина, скоро у тебя свадьба, начинай готовиться. Подписчики Чуева уже проверили, не обманывает ли он. Но действительно, на официальном сайте есть информация об этом бракоразводном процессе. Но главное, что Марина Африкантова верит Андрею и уже начала готовиться к свадьбе. А еще Андрей занялся благотворительностью вместе с Ириной Александровной Агибаловой. Ирина продавала на аукционе душевую кабину. Стартовая цена была 5 тысяч, остальное на счет детям. Андрей купил ее за 10 тысяч и подарил мальчику-инвалиду. У Татьяны Владимировны Африкантовой был день рождения, поздравляем ее. Ее рано утром ждал сюрприз. В дверь позвонили, ей как маленькой девочке принесли воздушные шары от Марины и Андрея. А вечером состоялось семейное застолье, на котором присутствовали все родные. Татьяна Владимировна пишет, хорошо, когда детей много, больше подарков и добрых слов. Как хорошо быть звездой, подарочки идут в руки. Надо срочно возвращаться на проект, чтобы не забыли меня. Элла Суханова внезапно вспомнила о предстоящем бракосочетании с Игорем Трегубенко. Она написала, с сегодняшнего дня в экстренном порядке начинаю искать свадебное платье. Напомним, что у ребят должна через несколько месяцев состояться свадьба и заявление в ЗАГС уже подано. Но ребята пока заняты танцами, разборками в коллективе. А вот о подготовке к торжеству речи пока не было. Вика Романец в очередной раз заявила, что Тимур Гарафуддинов для нее только друг. Как бы он не ухаживал за ней, как бы не старался. Я завоевательница, говорит она в видеоблоге. Как только я поняла, что Тимур полностью открыт для меня, мне стало неинтересно. Татьяна Кузнецова возмущена тем, что ее преподаватель по танцам Наталья Бичан сует нос не в свое дело и не дает ей закрутить роман с женатым другом Бичан, хореографом Александром. Наталья пытается ограничить общение молодых людей. Она сняла Таню с танца, хотя танец-то знает от ада я и не пропустила ни одного занятия. Кузнецова пишет, он мне очень нравится, просто безумные эмоции я испытываю к нему. Мне никто не может ни в чем помешать. Илья Яббаров в очередной раз объявил личный кастинг. Он написал, мы расстались с Русей, мы как дружили, так и будем дружить, зла на нее я не держу. Я жду достойную и красивую девочку, мне нужна принцесса, потому что простым девочкам я не по зубам. Вика Романец показала своим подписчикам новое кольцо, стоимостью в 2 миллиона рублей. Вика шутит, что купила его сама себе вместо машины. Но поклонники проекта сделали вывод, что у Вики появился поклонник. Почему же так дорого, гадают подписчики, оно не выглядит на 2 миллиона. Видимо, белое золото недешевое, да и бриллиант с большим каратом тоже не 2000 стоит. Так что возможно все. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!